2 1 1 1 Лишний. Ты играешь три. Вот, посмотри. Та-та-та-та-та-па-ра-па-па-па. Да, да, да. Вот опять ничего не будет. Да, вот так. Пока не скажешь, не играешь. Еще раз оттуда же. И форте. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Не фа диеза, а у нее нужен здесь. Первый аккорд. Сказать. Смотри, пожалуйста. Вот то, что ты берешь глинтый аккорд, этот удар от колокола, он не может прервать мелодию. Вот оно все должно соединяться. А это такое же три форте, которое не мешает. Играем. А где то, что после класса? Освободи плечи, пожалуйста. Играем я так. Абсолютно легавными руками, такими вот связками. Ты все делаешь формально. Ты сыграла, бросила на ногу, бросила там на ногу. Это же держится, сыграя без педали. Сколько это тянется. Почему дырка? Сыграй без педали. Тебе ногу на пол. Оставь ногу на пол и считай. Там-там-там-там-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти-там-ти- их делаешь искусственно. Даже педаль тебя не спасает, потому что вот это брошенные руки все время. Ты должна слушать педаль и позволяет тебе снимать руки раньше, чем ты должна играть дальше. Не надо играть быстрее. Играй пока сдерживай. Для каждого, знаете, для каждого овощи и фрукта свой сезон. Так и здесь. Для каждого ребенка свой темп. Играет она эту пьесу, которая ей реально сложна. Для чего дали пьесу? Для того, наверное, я предполагаю, что хотим, чтобы она сыграла что-то крупное. Правильно? Чтобы она сыграла что-то развернутое. Потому что она девочка правильная, но скромная. Ее надо раскрывать. А мы задачу эту не решаем. Она играет вот как играет. Почему? Потому что ей это быстро. Она не может в этом темпе. Значит, темп сажаем однозначно. Ну, делаем все, что должна сделать руками. И только после этого, когда уже в среднем темпе будет получаться то, о чем я говорю, педаль, держать все, что положено, вытягивать легато. Только после этого ты можешь позволить себе начать движение в сторону увеличения скорости. И не секундой раньше. Поняла? Что бы там ни говорили, как бы там ни было. Потому что Олегра Мивачи, то, которое у Рафмайнова, не каждый большой пианист может сыграть. Эту пьесу не все играли. Это очень сложный опыт, из которого очень часто пропускают пьесы, которые очень трудные. Как большинель, селенады. Которые очень сложны пианистически. Потому что это высший пилотаж. Но это не значит, что мы не можем задавать эти произведения детям. Можем. Можем. И на самом деле это полезно. И нужно это играть с удовольствием. Но надо играть с удовольствием. Понимаешь? Вот поэтому твоя задача для начала, чтобы быть точным. Не уходя от текста, все, что тут написано, должно звучать. Без педалей выучить рукавиц. Вот, например. Я вот без знаете ли, да? Понятно, что я не удержу. Я все равно себе допою и буду вести это. Потому что вот. Я буду соединять дальше. Понимаешь? А если у меня этого нет в привычке. Ну, ты сидишь так играть. У тебя здесь будут паузы. Ты их там видишь? Нет. Значит, ты имеешь правду. Более того, это четверть. И иметь продолжение. Вот у тебя там нарисовано. Ты идешь. Вот эта вилочка, которая у нее там нарисована в нотах, она нарисована вот так. Я, как взрослый человек, я понимаю, что хочет преподавать. Но она воспринимает это именно так, как я вам сейчас сыграла. И поэтому у нее дальше ничего нет. Они как раз на месте находятся. Это одинаковость, ровность движения. Потому что вилочки, кроме импульсивности и некачественности, в ее игре ничего не дают. Не надо их делать лишним. Да? Поэтому вот еще раз это играем. Уже с педаль не слушаем. Считаем. Большая, густая педаль. И легкие руки, но при этом руки не отпрыгивают от рояля. Пожалуйста. Чуть-чуть, ножка, чуть-чуть, на ноль и дальше. Большой, веще, на фи, на, раз. Поменяла ногу. Нет, не руки сняла, а ногу поменяла. Там же есть пауза. Да-да-да. Она после набранного звука вот этого. Совсем не очистится. Это секунда времени, да? Но руки снять надо. Раз, два, три, четыре. И сыграть это на педали. Держать ногу. Почему это пьяно? Почему пьяно? Почему пьяно акценты? Три, четыре. Очень упираться в акценты. Три, четыре. И дальше аккорды. Это пьяно, но это очень мужественное пьё. Это не какие-то там сопли девочки, понимаешь? Вот это очень собрано. Регистр бурчащий, который всегда сливается в зале, когда там сидишь, а тут услышишь. Требующий внятной педали. Значит, педаль вот здесь минимальная. Она берется только на длинную, чтобы продолжать. И на длинную чиститься обязательно. Взяла и пошла, как мелодию. Все аккорды, как мелодию. Пожалуйста, отцепь. Три, четыре. Три, четыре. Где? Три, три. Нет, это не может быть. Смотри, что я делаю. Взять. Ты же не опираешься совсем. Сесть сюда. Три, четыре. Слушай. Дальше. Слушай. Дальше. Куда пошло? Руки назад. Видите? У нее скачок. Она уже там все. Она поменяет. Руки держать на месте. Руки назад. Дальше. Смотри. Поменяла ногу. Поменяла ногу и пошла дальше. Вот. Не надо пьянуть. Это фортеры. Там нет пьяных дальше. Слушай, все гармонии. Поменяла. Дальше. Регатор. Поменяла. Теперь пьяных. Ринг. Левая тоже работает. И пока altar. Сейчас дальше этой пипеitte. Слушай, левую. Типа в левой. Смелее! Смелее! Снять долгую! Вот здесь пьяно. Вот это у меня очень гладко. Сыграть так, как будто... Ещё активно. Ещё активно. Ещё. Это легато. Почему? Потому что это обивание. Все кружится вокруг фазкеза. Но играть его надо более отрывственно. Молодец! Вновь. Мы пришли к этому месту. Взяли фортель, приготовили руку сюда. И сделали такое движение, как будто ты сейчас Хочешь руками вот в рояль задвинуть вот туда, в занавеску. Продолжаем так. Да. Теперь давай вот сюда, смотри. Первый палец. То, что дает бой. То, что дает ритм. Дай. Продолжаем. П making the Hz разное ногу. Поехали. И вот здесь видно. С разных ног пьев quais? И плать. На ногу сладкое. Продолжение, тк-тк. На ногу слад%. На ногу сладкое. Понимает? Быстрое движение. И дальше надо это играть. Нет, нет. Рано. Приготовила. Держи, держи, шепортер. Что ты играешь? Фо. Нет, там везде стакката. Ну, два форта. Рахманов все точно написал. Ясно и четко. Педаль два форта. Какой аккорд ведущий? Ведущая вторая четвертая. Это педаль от второго форта. Потому что не просто. Потому что Рахманов гениальная пианица. Удобнее играть форта сверху вниз. Нежели от этой гармонии сюда. Вот это ощущение, оно дает ускорение. А вот это дает устойчивость. Поэтому вот здесь никакого ускорения ему не надо. Поэтому он ставит вторую четверть до два форта. А не первый. Потому что вот это у тебя стакката. А это просто педаль. И это удобно. Устойчивость звучит. Понимаешь? Осмысленность движения, она в быстрой музыке имеет первостепенное значение, если хочешь. Потому что пока ты не осмыслишь свои движения, они будут всегда а лишними, б суетливыми. Потому что человек может даже в одаже быть суетливым, если он не понимает своих движений. Понимаешь? А задача играть скоро, но бесторопливостью. А у тебя все время, мало того, что такая суета девчачьей, не точно выписанные штрихи. Вот эти все места. У тебя, обратите внимание, в игре, у нее все время есть вот это. Присела. Как бабушка. На пенек такая присела. А там этого нет. Почему? Потому что там, где у нее длинная нота, у нее нет ритмов. А в этой ноте присутствует ритм. Там вот это количество восьмушек или шестнадцатых, что бы ты ни говорила, должно быть. Вот ты просто представься, сыграй мне только. Я восьмушками считаю, потому что это проще. Так. 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 Обратили внимание? Есть разница? Да. Огромная. Ты сейчас, вот твоя задача сейчас, все равно все, что я сейчас хочу, ты идеально сейчас не сделаешь. Но я тебя умоляю, ты это забыл. Это важно. Потому что тебе нравится эта пенеса. Ты боишься дух смерти. Это видно. И меня боишься. Не надо меня бояться. Я здесь для того, чтобы тебе помочь. А не для того, чтобы тебя критиковать. Я тебе очень благодарна за то, что ты сидишь на сцене. Это очень мужественно. Мне всегда говорят, ой, нам так страшно, когда я к вам путем. Ужас. А потом ничего в очереди ставь, не хотим еще. Понимаешь, ничего страшного нет. Мы с тобой говорим на одном языке. Мы занимаемся обе с тобой и ты и я тем, что нам нравится. Поэтому твоя задача сейчас из меня вынуть все и спросить мне все, где тебе неудобно. А я тебе скажу, почему у тебя еще есть проблемы. Я сейчас вернусь немножко назад. Она играет чудовищную аппликатуру. Чудовищная не в смысле грамотности. Она может быть правильная, но она не звучащая. Есть понятия всегда. Знаете, вот мне говорят, а я выучил те ноты, те пальцы, которые в нотах. Я говорю, а молодец. А вот редактор твоих рук не видел. И он не знает, что у тебя корявый второй палец, четвертый. Он написал палец, который грамотный. Но это не значит, что мы должны только этому следовать. Мы все равно будем подбирать аппликатуру под руки человеческие. У кого-то пятый палец крепкий, а у кого-то совсем крючком. И это будет разная аппликатура. Мы будем избегать его в каких-то важных местах, потому что мы понимаем природу руки такова, что мы все равно получим фигню. Значит, мы будем искать положение, как нам выйти туда, в эти басы иногда даже на третье место пятого. А бывает, нормальная рука, пятый прекрасно справляется. Тогда вся остальная аппликатура другая, что она делает не так? Вот когда ты играешь, смотри. Ты вот здесь, когда играешь вот эти аккорды, грамот парадон, тан-тан-тан, и сюда приходишь. У тебя всегда вот здесь вторые пальцы. А что мешает поставить на все ноги? Почему так? Сыграй меня отсюда. И упади сюда. Да? А теперь громко сыграй. А еще вот сделай вот это движение. Я хочу, чтобы ты его поймала. Не колючий, а такой. Тва сугроба. Молодец. Теперь вот это. Субтитры сделал DimaTorzok